Вот что такое wood stain. Wood stain в прямом переводе это жир для дерева. Стейн это жирное пятно перевод с английского языка. Вот как он работает. Он пропитывает. Вот видите, оно выглядит как стекло. Дерево как стекло. Вот этой лавке покрашена ей уже четыре года. Она совершенно как новая. Вот это старая деревянная лавка. Мы ее восстанавливали из ничего. То есть мы ее просто пошкурили, почистили. И вот первый слон просто стала как моренная. А второй слон как стеклянная. Вот так это блестит. Это как раз вот после двух слоев. Легко отмывается. Вот это старый стул я восстанавливал. Обычная табуретка. Одним слоем вот покрытые. Вот я все шкурил, почистил. Она как стеклянная. Вот стейн бывает разное. Вот это вот дешевый. Не очень хороший. То есть вот он такой, да, черный крас. Но краски хватает на один-два года макс. Вот это вот самое хорошее. И когда покупаете, обязательно нужно, чтобы был сатан. Сатин. Это сатин как раз вот шелковистость дает. Вот это волна от сатин. Сатан. То есть волна это у нас орех. И сатин это орех сатин. И вот она называется Ронсил. Это самая хорошая компания. На ней написано, что гарантия 10 лет. Вот. Вот стейн. Long lasting color protection гарантии. То есть длительное, гарантирован длительный цвет и протекция дерева. Вот это самое хорошее. Высыхает буквально за 5-10 минут. Пишет хоть за час, но это не так высыхает. Прямо напрямую сразу, если солнце. Вот этот вот волнат. Он просто волнат не сатин. Он написан decking protection stain. Но вот он как бы даже вот видно по каплям. Видите, он такой вот не очень хороший. А вот это вот даже капли. Видите, какая она такая блестящая. Я про чищки везде использовала. Вот стейн. Вот это вот дешевый вот стейн. Вот он его видно сразу. Вот он такой не блестящий, но вот такой вот. Он тоже мореный. Но он, я так сказала бы, не вот не полностью покрытый блеском. Вот это вот уже хорошее. То есть я просто отдали мне бесплатно дверь. Вот я ее использовала на курятник. Я покрыла одним слоем. Вот это буквально один слой вот этого дорогого. Вот стейн. Видите, он блестит. Он как стекло. Один слой. Вот один слой моей постс. Везде все использовала. Это тоже краска. Это мой дровяник. Вот это я использовала дешевую краску. Вы посмотрите, сразу видно. Она такая темно-чего, близок черного цвета. Она не блестит. Лучше всего посмотреть по забору. Вот где блестит, его сразу видно краска. Вот эта вот дорогая. Вот она. Сколько лет этому забору? Сейчас третий год пошел. Вот она вся блестит. Она как стекло. Вода на ней не стоит. Вот все доски все старые. Видите, я использовала их. Просто шлифовала и красила этой краской. Вот это вот хорошая краска. А вот здесь вот на столбе внутри я использовала вот эту дешевую краску. Вот видите, она уже начала сходить. Вот ей два года внутри. Буду покрывать дорогой краской сверху. Вот сразу видно, вот эта дешевая. Вот этот пристрой я делала. Вот это все покрыто дорогой краской. Его и по цвету видно. Он такой ближе не к черному, а именно к коричневому. Такой благородный коричневый цвет у него. Вот это вообще она чистая совершенно. Калитка. Вот это дорогая краска. А вот забор уже пошла подешевле. Они по цвету видны. Это коричневый, это ближе к черному. Вот эти вот столбы я взяла, использовала старые столбы. Они были высотой 2-3 метра. У них сгнила нижняя часть. Я вот это отрезала и пропитала вот это краской. Вот они сейчас стоят как новые. Вот тоже старый столб. Даже видите, вот еще зелень проходит. Это я красила дешевой краской. Его сразу видно. То есть зелень пробивается. Просто было у меня уже иногда, когда было, я красила. Когда не было, красила подешевле. Вот это тоже старый столб. Он был совершенно зеленый. Вот он после этой краски. Вот он уже 2-3 года сейчас стоит. Даже по звуку он как стекло звучит. Вот это вот дешевое. Вот она, видите, 2 года уже сходит. Вот это дорогая. То есть вердик такой, если хотите красить каждые 3 года, покупайте дешевле. Если хотите красить 1 раз в 10 лет, должна быть вот эта дорогая краска. Вот такая, чтобы дерево вот так вот блестело. Вот детали у меня покрашен гудстейн. Видите, они это от кроватей. Вот они блестят таким образом. Это дорогая краска. Ростдейл. Все мои бимы на потолке. Тоже вот покрашены дорогой краской. Вот они блестят. Отсвечиваются. Они стали как стеклянные. Вот все мои бимы на потолке. Все покрашены дорогой краской. Вот стул я реставрировала. Тоже покрашен дорогой краской. Вот он блестит. Я стул отполировала. Реставрировала. Вот он так выглядит тоже. Вот еще я реставрировала старый молоток от Бойни Лиза. Как он называется. Вот он реставрирует. Вот он покрашен дорогой лудстейн. Он как стекло. А хотя он был совершенно черного цвета. И уже весь протухший, прогнивший. Сзади вот топор. Реставрировала я тоже. Вот он тоже дорогой краской покрашен. Вот он блестит. Видите? Хотя он уже был практически непригодный к жизни. Я его купила за один фунт. Уже на выброс, который шли. И вот это лежак у меня. Тоже покрашен дорогой краской. Вот он весь блестит. Водонепроницаемый. Их будет лет 10 служить. Вот еще один стул отреставрировал. Тоже самое. Дорогой краской. Вот он как блестит. Если вот такой покрасить. Баню или ворота. Или забор. Хватит на лет 10.